МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Видели же объявление, да? Да, вот я видела, поэтому убираю машину. Вокруг своей машинки чистите? Иногда бывает, да? Ну, конечно, конечно. Лопатка присутствует в багажнике. Большая часть автомобилистов дома 261 по Приморскому шоссе в Сестровецке оказалась готова к овральной уборке от снега, территории парковочных мест и внутриквартальных проездов. С этого двора началась комплексная зачистка 38-го квартала в целом. Районное жилищное агентство на каждый двор, помимо закрепленных на этой территории трактора и дворников, при таких работах добавляет еще один погрузчик и пять сотрудников ручного труда. Основная задача убрать снег с пространства, где обычно жители оставляют свои автомобили. В этом дворе есть и площадка, где работа пришедших сегодня дворников не потребовалась. Есть жители, которые имеют по несколько машин, некоторые по две или по три. Но вот мы можем наблюдать, здесь одну машину загоняют туда, вторую ставят здесь впереди. Ну вот нужно отдать должное, что эти жители, по крайней мере в этом доме, сами чистят свои парковки. Согласно технологического регламента Санкт-Петербурга, началась зачистка во всех дворах Санкт-Петербурга и, соответственно, курортного района. В Зеленогорске, в Песочном, в Сестерецке, везде будет произведена полная зачистка дворов. Одновременно невозможно зачистить все дворы, понятное дело, поэтому здесь пойдет поквартально вперед, то есть двигаться к 293-му дому. Параллельно у нас сейчас зачищается сегодня 77-й по Новогагаринской дом весь зачищается. То есть, соответственно, будут силы все перекидываться, и ступенчато все это пойдет, и будет делаться полная зачистка. А на той стороне Сестерецка, я имею в виду, старый квартал наш, 5-й, 9-й, там 13-й, там другие группы работают людей. За пару часов работы сотрудников ручного труда и погрузчика бригаде удалось зачистить основные площадки парковочных мест в данном дворе. По объему убранного снега это получилось никак не меньше двух больших самосвалов. Случаи учащения снегопадов и подобные работы начнут проводить чаще. В жители курортного района, да и из Сестерецка, очень часто возникают вопросы. Сколько могут по времени лежать вот такие кучи снега после комплекса и зачистки дворов? Отвечаем, что легально эти кучи имеют право здесь находиться трое суток. После этого жители на общих основаниях могут обращаться в районное жилищное агентство с требованием убрать такой снег. Очень многие автомобилисты в данном дворе с пониманием отнеслись к сообщению о комплексной уборке территории во дворе. Анонс о предстоящих работах жилищное агентство и управляющая компания разместили на подъездах за 24 часа. Однако некоторые владельцы транспортных средств информацию проигнорировали. Дворникам пришлось вынимать снег из-под таких машин вручную, что значительно тормозило по времени общий процесс уборки. К сожалению, не со всеми жителями пока можно договориться. Есть объявление, которое повешено за сутки на парадной, что убрать машину, будет производиться комплексная зачистка. Но понимания, к сожалению, нет. С помощью механизированной уборки, которая сегодня происходит, вот, к примеру, такую парковку на 10 машин можно было запросто убрать за 30 минут. Но, к сожалению, такого не происходит. Подснежники здесь еще есть. Просьба к жителям. То есть у нас много подснежников, которые мешают убираться. Значит, просьба, если у вас машина не работает, но вы видели такое объявление, в день, когда убирается территория, выйти на улицу, открыть свою машину, снять ее со скорости, попросить дворников откатить машину. Мы вам с удовольствием с этим делом поможем и потом обратно откатим, как только зачистим данную территорию.